Сейчас из PLC мы перешли в PLC Ultima просто потому, что, к сожалению, PLC не принималась нашими рынками, биржами, регуляторами, а PLC Ultima летит просто на каком-то космическом самолете, и мы хотим, чтобы действительно с помощью блокчейн-технологий каждый из наших пользователей построил себе доход, пассивный доход, любой доход, главное, чтобы доход. Но, видите, рынок развивается таким образом, что мы вот с вами запустили монету с 10 центов, с 20 тысяч монетами. В результате добились курса, несколько раз были на 100 тысячах. Вроде все классно, вроде феерия, а все равно много недовольства, потому что коррекция произошла, курс опустился, и то, что фермы там наработали X30, тоже сейчас очень никого не возбуждает, потому что они видят на графике падающий курс. Глазами любят люди, им нужно ушами любить, а они любят глазами, они любят растущий курс, и ничего с этим не сделать. А у нас с вами 600 тысяч монет, практически 650, надо будет поправить, почти 700 тысяч монет. И как сделать так, чтобы курс вырос снова на 100 тысяч? Потому что если вы умножите 600 тысяч на 100 тысяч, вот вам ваши 600, сколько там, 60 миллиардов, да, вроде что-то такое. 600 миллиардов. Это все, это позиция номер один. Это мы побили биткоин. При курсе в 100 тысяч с нашим количеством монет мы побили биткоин. И к этому нужно прийти. Теперь, как нам нужно к этому прийти? Дело в том, что нам нужно побороть сложности, которые на рынке сейчас присутствуют. Во-первых, крипторынок сам в агонии борется за выживание. Его, не дай бог, еще и отрегулируют по-жесткому. Да, вот просто возьмут и запретят. И это очень-очень такая тонкая грань, в которой мы движемся. И нам нужно тоже это учитывать, что такое может произойти. Наш продукт должен сопротивляться и уметь сопротивляться против падения рынка, против падения биткоина. Потому что сейчас биток растет, все растут. И мы растем. Биток падает, все растут, все падают. И мы падаем, к сожалению, пока. Потому что пока Miss PLC Ultima наш, это альткоин, альтернативный коин. Альтернативный коин, это все альтернативные, отличающиеся от биткоина. Да, все, кто не биткоин. И здесь очень важно понимать, что нам нужно справиться с падающим рынком, с падающим биткоином, с угрожающей криптозимой. Сейчас нападают на бинанс, на биржи, на все. Они сейчас хотят просто биткоин уничтожить, скажем так, его цену уничтожить. Не биткоин уничтожить, а его цену просто до 6 тысяч, просто в пол убить. А вы поймите, что майнеры уже в убытке. Майнеры уже не могут справляться. И они банкротятся. Я разговариваю с крупными майнерами. Они практически все закрывают свои мощности производства. Это очень сильный удар нанесет по всему крипторынку. И здесь становится вопрос, что же с нами. А мы такие красивые, такие прекрасные. И умирать красивыми мы не собираемся. Этого не будет никогда. Если мне нужно 20 раз сделать сальто в воздухе, значит будем делать 20 раз сальто в воздухе. Нужно придумывать будем придумывать. Нужно изобретать будем изобретать. Нужно строить, создавать, значит будем строить и создавать. Опции проиграть у нас нет. Опции сдаться тем более. Проиграть значит сдаться. Это вообще не входит ни в один мой план, даже у меня мыслей таких нет. И у вас их быть не должно, и у нашей комьюнити их тоже быть не должно. Здесь это, конечно, очень сильный такой фактор, который на нас влияет, это падение самой монеты PLCU. Следующее. Золотые правила. К сожалению, комьюнити не используют наши золотые правила. И даже если они начинают их использовать, это как с пробежкой. Вроде начинаешь спортом заниматься, с утреной гимнастикой. Три дня позанимался, неделю позанимался, бросил. Или как с диетой. Голодаешь, 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 пошел, психанул, на ночь наелся. Это такая вот вещь. Мы ставку делаем на мужскую психологию, мужскую силу воли, мужскую, человеческую психологию, на человеческую силу воли, а она слаба. Человек слаб, воля слаба, не тренированные. Стратегии не могут придерживаться. Поэтому идет очень сильный сбой со стороны золотых правил. А их нельзя нарушать. Их нельзя нарушать. Кто бы что ни говорил. Биток держится только на этих правилах. Если бы их не было, он бы тоже лежал сейчас на дне. Следующие вещи, это, конечно, препятствия. Рынок видит нас. Что думаете, они не видят, что мы топ-30 монета? Конечно, они видят. Но мы никто. Издавать нас никак. И мы пришли из ниоткуда, а точнее, из очень темного, глухого и нелюбимого места. Это из сети. Ни одна монета до сих пор не смогла выжить. Они всех их уничтожили. Поймите, сетевые монеты умирают не потому, что они просто берут и умирают. Их мочат. Их просто давят, забивают, как нас с вами забивают. Как нас с вами. Мы самые красивые, прекрасные, большие. Они нас не дают проходу. Мы топ-30 монета. Они нас держат на позиции 2600. И нас весь крипторынок не видит автоматически. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Это как старшеклассники мучают первоклассников. И он ничего сделать не может. А мы можем, потому что мы сильные, мы большие. И наше супероружие, это наша технология и наши комьюнити. Мы их заставим. Мы их заставим нас полюбить. Если они нас не полюбят, мы создадим свою инфраструктуру и укатаем их всех в пол. Мы сейчас просто стучимся к ним в дверь. Но они не понимают, что мы растем. Мы растем. Нам еще раз в 10 вырасти от того уровня, который мы сейчас. И они нам больше не нужны будут. Это они будут проситься к нам. Как сейчас биржи просятся к нам, чтобы мы им карту дали. Знаете, стучаться, а карту дайте. А мы выбираем, кому давать, кому не давать. И вот во всех этих условиях нам нужно побороть коррекцию ультимы. И сделать так, чтобы ультима начала, прям такой взрывной рост пошел. Но здесь только две составляющие есть, которые могут гарантировать этот рост. Это сжигание и это заморозка. Это заморозка и сжигание. Нам нужно создавать жесткий дефицит. А как создать жесткий дефицит? Ну, во-первых, нужно уменьшить, да, заморозка и сжигание. Нужно уменьшить количество монет на рынке. У нас сейчас с вами 700 тысяч монет. Умножьте на тысячу долларов, это там 600-700 миллионов нашей капитализации. Это вот то, что вращает наша инфраструктура. А монета, это же не бутылочка воды. Выпил и все, и она сгорела. Нет, покупает человек монету, чтобы ее перепродать. Дороже. А тот покупает следующий, чтобы еще дороже перепадать. А тот еще дороже. И поэтому есть такая статистика у биткоина, что 90 с лишним процентов, 95% теряют все деньги. Почему? Потому что невозможно товар бесконечно перепродавать с наценкой. Все равно должен где-то произойти обвал, чтобы этот цикл можно было заново запустить. И чтобы этого не допускать, нам нужно замораживать монеты и сжигать. Дальше. Нам нужно заставить себя каким-то способом пользоваться золотыми правилами. Почему? Потому что все монеты в криптобиржах, в крипторынке есть правило. Каждые 4 года происходит халвинг биткоина. И на этом все построено. Вся система роста в биткоине и в крипторынке построена на халвинге биткоина. И он происходит каждые 4 года. Именно поэтому золотые правила работают. Не было бы этого халвинга, не было бы правил. В акциях нет никаких правил. Почему? Потому что нет в акциях халвинга. Понимаете, у половины. Здесь есть спрятанная подсказка для всех, кто в криптовалюте. Когда начнется рост. Все знают. Просто между этими 4 годами люди тоже хотят зарабатывать и рисковать. И кто-то заходит в самом начале, долго ждать, не может, не обучен и тому подобное. А нам нужно внедрить золотые правила. Это залог успеха. Если комьюнити не будет пользоваться золотыми правилами, друзья. Ну вот так мы и будем бежать за паровозом. Вы видите, да? Мы догнали сейчас курс почти до 2000. Сегодня открылись выводы. Опять на 1100. Почему? Потому что люди не следуют этому. Просто льют все в один стакан. И это еще при лимитах. Убери лимиты. Еще сильнее пойдет давление. Понимаете? Так, третье. Что у нас там еще? Ага, дальше. Наша задача привлекать новых пользователей. Нам, и не потому, что мы там строим какую-то сомнительную систему. Друзья, рынок построен на том, чтобы всегда приглашать новых клиентов. На земле 8 миллиардов человек. Как вы думаете, растут все компании? Apple, Facebook и тому подобное. Они все. Понятно, что есть какие-то люди, которые постоянно у них покупают. Так они у нас тоже есть. Но на этих людях не построишь рост. Компании растут только, когда они завоевывают новые рынки. Когда они выходят новые продукты. Почему Apple каждый год клепает новый iPhone? Чтобы новый продукт был. Да, чтобы новый продукт был. Без нового продукта Apple сразу сворачивается. Нету нового iPhone. Его нишу забирает сразу Samsung или Huawei. Без вариантов. Если Apple не выпустит новый iPhone в этом году, в следующем, это сделает Huawei или Samsung, и он будет круче, чем старый iPhone. Почему? Потому что они копируют его все. И у нас появились тоже такие копировальщики, которые копируют нас. Да не могут скопировать. Почему? Потому что у них нет команд, у них нет профессионалов. Они могут обещать золотые горы. Но когда мы смотрим в их числа, мы видим, что они все мертвые. И у них будущего нет. Что им остается, кроме как на нас нападать? Ничего. Чтобы отбить у нас рост пользователей. А мы должны их привлекать. Как мы можем их привлекать? Самые сильные, конечно, показатели. Это цена. Это топ в CoinMarketCap. И скорость, и объемы торгов на топовых биржах, на топ-10. Вот как мы должны их привлекать. Ну и, конечно, нам уже нужно запустить все свои продукты в полную силу, а не биться с рынком бесконечно. Потому что у нас последние 5-6 месяцев просто борьба против курса, против скамеров и против необученности нашей же комьюнити, которая просто нас же и рушит на самом деле. Приходится новые стратегии придумать. Вот и вся стратегия. Мы должны ультиму нашу послать в направление, чтобы мы должны начать сокращать количество монет на рынке. Мы должны увеличить заморозку, сжигание. Мы должны направить, дать возможность людям. Понимаете, в чем дело? У нас есть комьюнити, которая следует золотым правилам. И она бы рада им следовать, но ее постоянно сбивают какие-то залетные, которые не хотят следовать, сливают курс и покупают по 50, продают за 1000. И они путают весь рынок, они путают всех нас. А люди в крипте, они постоянно на панике. Это не то, что что-то произошло и люди все расстроились. Нет, они всегда, они всегда на уровне инстинкта в страхе. И с этим нужно бороться. Так же, как мы всю жизнь себе повторяем, что ой, это сложно, это трудно, а это невозможно. Это тот же страх, который вы проецируете на криптовалюту. А как же? А вдруг компаний завтра не будет? А вдруг Алекс не справится? А вдруг монета не поднимется? А вдруг монета упадет на 100 долларов? И тому подобное. После этой стратегии, которую я сейчас вам покажу, вы будете, если монета упадет на 100 долларов, вы, я не знаю, продаете все, что у вас есть и купите ее. А до этого нет, а без этой стратегии нет. Вы наоборот будете, если увидите 100 долларов, вы будете в обморок и больше никогда, наверное, не подниметесь. Да, без помощи. Я просто говорю о том, что всему нужно противодействовать. Условно, чтобы налить водичку в этот стаканчик, нужно этот стаканчик создать. Нужно изобрести стекло. Нужно изобрести машину, которая выльет это стекло. Нужно сделать такую технологию, чтобы ты стеклом не порезался. Чтобы у тебя дырок там не было. Чтобы у тебя была правильная форма. И тому подобное. Куча всего. Да и бутылку надо довезти как-то еще до этого стаканчика. Бутылку приду. И тому подобное. И вот и мы. Мы просто думаем, есть какой такой. Есть монета. И вот с того ни с сего она должна почему-то стать успешной. Да с чего она должна стать успешной? Это все равно, что человек родился, и вот он такой красивый и прекрасный, что он обязательно станет успешным. И самым богатым. Нет. Это вообще ничего не значит. Вот тот человек, который пашет всю жизнь, который рискует, который готов, я не знаю, разбежаться, спрыгнуть со скалы ради своей мечты, тот и добивается. Посмотрите историю успеха. Посмотрите историю успеха. Сколько люди пашут, чтобы прийти к этой мечте? А большинство, они же что? Как в футбольном матче. Никто же не хочет стать футболистом. Большинство нет, да? Но люди любят лечь на диван, посмотреть матч и сказать, умеешь ты играть? Ах, вратарь криворукий. Нападающий косоногий. Бегают медленно, пинают криво и тому подобное. И это в нас заложено. И, к сожалению, мы в нашей комьюнити ведем всех. Мы ее строим из всех. Из больших, из маленьких, из умных, из не очень умных, из образованных, необразованных, богатых, бедных, очень бедных, финансово свободных, закредитованных и тому подобное. И теперь мы хотим, чтобы все двигались как один. Это невозможно сделать. Невозможно. Потому что это как объединить все народы. Вроде все люди говорят на разных языках, договориться не могут, вон что творится в мире. Все просто потому, что люди разные. И ты не можешь на них повлиять. Сколько бы на них ни говорили, они все равно сделают по-своему. Поэтому нужно сделать инструмент, который сделает так, как нам нужно. А кто не согласен, его просто не будет использован. Ну и, конечно, нам нужно понимать, что это не проект на год, на два, на три или еще что-то. Это проект на следующие 10 лет. И я к нему иду, и мою финальную цель вы даже еще не видели. То, что я хочу достичь в этой жизни. А я молодой, мне 41 год, у меня очень большие амбиции. Я хочу многим людям помочь. Я хочу реально великие вещи создать. То, что мы сейчас сделаем, это только начало. Абсолютное, абсолютно однопроцентное начало. Мы на одном проценте нашего развития. И следующий этап, который я хочу сделать, это будет вообще фундаментальное изменение всего, что мы знаем. Оно будет наступить не сразу. Я скажу, оно наступит только через год. Но этот год мы будем к этому изменению стремиться. И вы должны знать, что наша вся команда будет над этим изменением работать. Это изменение нашего блокчейна. Мы хотим уйти от Litecoin Chain, от блокчейна Litecoin, и пересесть на блокчейн Tron. Я уверен, что это изменение даст нам просто, развяжет нам руки на абсолютно другом уровне. Это фундаментальная технология. Tron – это фундаментальная технология. Технология – это технология, на которой можно создавать, давайте мы расскажем, что-то на ней можно создавать. Во-первых, на ней можно создавать security-коины, можно создавать stable-коины, можно создавать стабильные монеты, такие как USDT, USDC. Это же другая экономика, которая на твоей технологии располагается. Я уверен, что эфир и Tron, как сами по себе, они будут развиваться еще 10-20, возможно, дольше лет. У них миссия другая. Они не идут в ту сторону, они следуют за биткоином. Tron вообще болтается, у него там миссии нет. Если бы не USDT, они бы так и это самое. Да, они хотят повысить масштабируемость. Они хотят дать. Но опять же, у них нет сильной команды в том плане, что мы сейчас разбираемся с этой технологией. Это, конечно, технология жесткая. Переделывать придется просто тонну работы переделывать нашим специалистам. Хотя это мировая признанная технология. Мы хотим перейти на это, чтобы иметь возможность создавать децентрализованные приложения и разработки. Мы видели, что эта атака, которая на нас произошла, она произошла только потому, что у нас нет децентрализованных кошельков. Нам просто они до этого момента были не нужны. Все обходились с приложениями. Кому хочется заморачиваться, устанавливать в себя ноду на компьютере, 20 гигов себе вкачиваясь. Вы понимали, у нас 5 миллионов транзакций. 5 миллионов 600 транзакций за этот год прошло в Ultimate. Это просто колоссальное количество какое-то. Мы сможем создавать децентрализованные биржи. Мы сможем создавать децентрализованные кошельки. Мы можем даже свой леджер создать. Мы с этой фундаментальной технологией можем абсолютно все. Лайткоин, к сожалению, это не предоставляет. На нем решить невозможно. Мы продумали уже, проработали. Все, что было из лайткоина, мы выжили. Нужно переходить на следующий этап. Плюс, конечно, я хочу в конце концов создать самый децентрализованный коин, который только видел мир. Сейчас мы таким не являемся. Нам есть над чем работать. У нас сейчас не хватает децентрализации для всего мира. Просто потому, что у нас даже нет децентрализованных кошельков. Кто-то все там говорит, вот, взяли, закрыли в приложениях вывод. Ну да, потому что это централизованное решение, это наши кошельки. И мы, чтобы защитить комьюнити, это сделали, пошли на этот шаг. Но это потому, что еще мы держим руку над нашей монетой. Потому что она еще не там, куда мы ее ведем. И мы не можем ее просто сейчас отпустить и дать ее на растерзание рынку, и делать с ней что хотите, и этого не будет. Потому что мы еще не там, куда мы хотим. И мы, в частности, переходим на трон именно для того, чтобы быть неуязвимым к любым родам манипуляций, атак, блокировок и тому подобное. С одной стороны, чтобы вас защитить, чтобы вы понимали, хорошо, мы там еще год плюс-минус под властью Алекса, но через год этой власти вообще не будет. Когда мы перейдем на технологию трона, у нее есть классная... Во-первых, это Delegated Proof of Stake. Это Proof of Stake. Там нету майнинга. Там есть... Ты там доказываешь долю свою своими монетами. Это Proof of Stake технология. Она позволит настроить очень быстро, очень сильно децентрализацию в нашей системе, что все, никаких сомнений в том, что Алекс где-то что-то или компания где-то что-то может закрыть, нажать кнопку там или предотвратить или еще что-то. Это навсегда уйдет. Я тоже этим недоволен. И я тоже понимаю, что да, немножко власти у нас есть. Но опять же, так как я считаю себя хранителем всей нашей комьюнити, нашего продукта и благосостояния всех наших клиентов, то я смотрю... Знаете, как это... У меня четверо детей. Один вот сейчас 18 лет. И вот он говорит, пап, я уже самостоятельно. А я вот не могу его пока отпустить. Не могу его пока отпустить. Вот он говорит, я хочу там улететь, подружка. А я говорю, не-не-не-не, никуда не полетишь. Да, и точно так же здесь, к монете... Почему я это говорю? Потому что я вижу, что он еще там не созрел, не это самое. Пострадать может еще, еще ветер в голове. Третий десят. Ну что там 17 лет, 17,5, 18 только исполняется. Я вспомню себя 18 лет, думаю, боже, если он такой, как я, то его точно отпускать нельзя. Вот примерно так. И здесь важно, что когда-то нужно ребенка отпустить. Вот это когда-то наступит через год. Когда мы перейдем на трон, и когда ни у кого не будет никаких сомнений, что у нас абсолютно самая децентрализованная монета, которую только можно представить. А она такой и будет. Потому что за год мы еще увеличим нашу комьюнити. Но, так, дальше. Повысится безопасность и доверие. Ни у кого нету сомнения в технологии трон. Ни у кого. Она многие года себя показала. Так же, как, в принципе, к нашему блокчейну тоже нет никакого там сильно недоверия. Потому что все знают лайткоин много, много, много. Если бы это было много лет на рынке, если бы это была монета такая свеженькая, конечно, люди бы спрашивали, да что там, собственно, блокчейн, могут быть дыры. Здесь все проверено, все отработано. Ну и, конечно, мы добьемся очень сильного масштабирования и подвижности этой технологии. Потому что она фундаментальная. Но просто так к этому не прийти. Мы не можем просто взять и поменять на трон. Во-первых, нам нужно... Все, водички, щупа, пючь, сожарка. Так, я спрошу комьюнити. Друзья, наши бриллианты, до сих пор все понятно, все нормально. Вопросов нет, все нормально. Да, пока все ясно. Все понятно, все отлично. Хорошо. Здесь очень важно понимать, что переход на фундаментальную технологию просто так не происходит. Нам нужно сначала добиться определенных шагов. А шаги эти наши. Это нам нужно добиться дефицита. Нам нужно людей привести к осознанию и к образованию, что золотым правилам нужно следовать. Нам нужно вырастить цену и тому подобное. Поэтому я иду на такой промежуточный шаг. Чтобы вы понимали, этот шаг мне необходим, нам необходим, чтобы с одной стороны нормально разрабатывать нашу фундаментальную технологию. С другой стороны, чтобы весь наш бизнес продолжал работать и не было никаких там потрясений. В принципе, чтобы для нас ничего не изменилось. Потому что бизнес у нас заключается сейчас не в Ultima, а в PILS UX, в нашем фарминге, в наших фермах. А Ultima это просто стабилизирующий такой фактор. Ultima свою роль выполнила. Ее задача была дать вам ресурсы. Поймите, что люди, многие думают, зачем мне вообще монета? Зачем я участвую в этом проекте? Друзья, не для того, чтобы заработать здесь и сейчас. Так не строится благосостояние. Не строится. Конечно, где-то что-то можно заработать. Но опять же, вы сами прекрасно понимаете, что есть в принципе две стратегии заработка в крипте. Это ты садишься за трейдинг и начинаешь трейдить. И ты тоже не ешь, не спишь. У тебя нет денег на здесь и сейчас. Ты на эту прибыль увеличиваешь, увеличиваешь свои объемы. Мечтаешь стать богатым. Но проблема вся в том, что 95% всех трейдеров в минусе. Проигрывают. Никакие стратегии, никакие свечи Фибоначчи, ничего, не технический анализ, ничего не помогает. Проигрывают. Это как в казино. 10 раз выиграл, увеличил ставку, 11 раз проиграл, все потерял. И точно так же трейдинг работает. Построение бизнеса – это другое. Это когда невозможно проиграть. Это именно та технология, та стратегия, которую я обучаю. Друзья, вы должны накапливать себе актив. Параллельно, пока вы накапливаете, вы должны все это время работать, 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 чтобы увеличивать, увеличивать, увеличивать. У вас здесь стопроцентная безопасность. В чем? Вы не можете проиграть, вы не можете поставить ставку, и вы не в казино. Вы бизнес строите. Понимаете, играть в казино и строить бизнес – это два разных подхода. Вот в чем важно. И чтобы нам сделать то, что я запланировал, мне нужно, и да и всем нам нужно, просто запланировать такой предварительный шаг. Предварительный шаг, он достаточно агрессивный, достаточно такой радикальный, но очень действенный. Я вам его покажу, и вы, когда увидите это, это будет очень круто. И когда вы начнете этим пользоваться, вы поймете, насколько эта стратегия, она действенная. Дело в том, что в этом предварительном шаге я планирую пересделать ребрендинг. Ребрендинг нашей существующей ультимы. Все остается то же самое. Блокчейн остается то же самое. Монета остается то же самое. Кошельки, фермы – все остается то же самое. Участие в кэшбэк-программах – все то же самое, что у вас есть. Только существующая ультима будет называться теперь PLCU Classic. Мы ее переназываем и перекрашиваем. Мы переназываем имя и перекрашиваем цвет, чтобы не путали. Потому что, например, тот же X и ультима, они сильно, слишком похожи. Синий, темно-синий, похоже слишком. А вот зеленые и синие, они разные. Для чего я это делаю? Дело в том, что у нас сейчас непонятна ситуация с CoinMarketCap. Возможно, так может получиться, что он не пустит нас еще год, а может два. И мы должны быть от него независимы. Значит, мы просто… Потому что мы сейчас топ-30 монета. И я хочу этим шагом немножко убрать давление с CoinMarketCap, потому что они видят нас на позиции топ-30, они падают в обморок. И я боюсь, что они в этом обмороке никогда нас туда не пропустят, куда мы хотим. То же самое с топовыми биржами сейчас происходит. Поэтому мы ту монету, которая у нас сейчас есть, просто переназываем. Ну, можно сказать, строим такого троянского коня. А ультиму мы все сохраняем. Но мы, знаете, это как с машиной. Это та же машина, та же марка, тот же цвет, то же название, но мотор другой. И мы меняем в нашей машине мотор. Мы меняем блокчейн. Мы запускаем под брендом Ультима новую монету. Новый блокчейн, абсолютно новый. Запускаем его по специальным правилам. И опять же, все остается для нашей комьюнити точно так же. Я просто хочу в этой новой Ультиме автоматически внедрить золотые правила. Я хочу, чтобы все ошибки, которые мы совершили, мы с Иксом-то очень много исправили. Сейчас мы с форком Ультимы исправим остаток всех ошибок. Плюс я хочу, чтобы комьюнити видела, что это проект не на год, не на два, а действительно фундаментально на долгие годы. Опять же, эта новая Ультима, она будет всего на год. Это вот просто такой вот предварительный шаг после того, как мы пойдем на блокчейн трона. Для чего я это делаю? Первое, классик останется, чтобы могли доработать фермы, чтобы мы работали с кэшбэком, чтобы полностью наша бизнес-модель не пострадала. А PLC Ультима новая, да, fork, она даст возможность людям, которые хотят использовать золотые правила, которые хотят увидеть высокую цену, да, в 10 раз больше, может даже в 20, может больше, посмотрим, на что мы способны. Они и будут, и опять же, здесь, там будет очень много добровольного, поэтому не пугайтесь, просто говорю, что наша Ультима существующая разделяется сейчас на две. Классик и новую Ультиму. Значит, для чего нам нужна, для чего нам нужен классик? Во-первых, мы делаем, это будет новая страница, новый домен. Это будет новый блок эксплорер. Там те же самые блоки, которые сейчас у вас идут, те же самые транзакции, только зеленые на другом имени. Все остается то же самое. Будет перекрашена ферма и кошелек, да, все, вот у вас у нас сейчас синяя и PLC U, будет PLC UC, да, PLC U Classic, и будет зеленая. И самое главное, что, да, фарминг будет продолжаться, все, все, что мы на нашей существующей Ультиме сделали, оно будет доработано. Оно будет полностью доработано, доведено до конца, и у PLC U Classic останутся также две пары, это USDT и это PLC UX. Ничего не меняется, только имя и цвет, да, только домены, имя и цвет, больше ничего не меняется. Точно так же она будет участвовать в кэшбэке, именно в PLC U Classic будет выплачиваться кэшбэк по истечении года. Опять же, PLC U Classic будет полностью торговая монета, она будет, мы сейчас над этим работаем, как она будет запущена в рынок. Ну, чтобы вы понимали, ситуация, которая у нас сейчас, она будет практически такая же, наоборот. Эта стратегия даст классику нашей перекрашенной монете не просто новую жизнь, а мощнейший толчок. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, спрос на X продолжается. X работает себе и работает, и работает, и еще будет долго работать, поэтому оборотка, которую мы сейчас видим в ультиме, она будет просто происходить в классике, да, в классике. Там ничего не изменится, та же ликвидность туда перейдет, тот же спрос, те же деньги, полностью наша бизнес-модель там отображается. Также, когда мы запускаем сейчас нашу кэшбэк-программу, то компания будет выкупать с рынка классик и класть его в кэшбэк. И люди будут этот классик еще докупать, 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 докупать. Я расскажу сейчас, почему. Именно из-за этого свопинга один к одному. Значит, в чем здесь фишка? Что можно будет зеленую монету поменять на новую синюю один к одному. И я сейчас расскажу, в чем здесь фишка. Значит, у форка нашей ультимы, у нее будет ультимовская домена, ультимовский блокчейн, у нее будет все голубое. Просто, еще раз говорю, как машина, только мы поменяли мотор. И здесь нужно просто, блокчейн, когда меняется, автоматически меняется монета. Но я преследую этим очень серьезные большие цели. Я их сейчас вам объясню. Также у нас будет ультима новая приниматься за минтеры. За нее можно будет купить кэшбэк, ваучер. За нее можно будет приобретать, да, вместо USDT. И с ней смогут работать в нормальном режиме наши карты. Это очень тоже важно, что, наконец-то, мы сможем подключиться к нашим картам и нормально их обеспечивать и разобраться с этими лимитами. Так, так, что, 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 вот наш план. С 1, 1, 23, да, значит, с 1 января мы планируем сделать этот сплитинг. Мы хотим раздвоить нашу существующую ультиму в ультиму новую форк и перекрашенную ультиму в нашу зелененькую пилсию классик. Они обе находятся на технологии лайткоин до сих пор. Мы видим, что цена сейчас нашего, нашей ультимы, нашего классика, да, который сейчас будет, который сейчас из ультимы получится, он примерно там 1000 долларов. Наша задача двинуться в направлении 100 тысяч. Как я хочу это делать? Во-первых, мы запустим в кабинете, Игорь сейчас покажет, специальные пакеты, свопинговые пакеты. Вы сможете классик один к одному поменять на новую ультиму. Ну и все, что вы поменяете, все классики, которые мы заберем, мы автоматически отправим на кладбище. Да, мы отправим на Burning Wallet, на кошелек для сжигания. Представьте, что половина наших коинов уйдут, например, сразу на кошелек. Вот у нас сейчас 700 тысяч монет. Представьте, что половина нашей комьюнити сделает свопинг. Это 350 тысяч монет мы уничтожим. И на рынке останется не 700 тысяч монет классика, а 350. Это значит, что стоимость самого классика начнет тоже очень сильно расти просто за счет сжигания. Это то, чего мы с вами и добиваемся. Это заморозка и сжигание. Опять же, это абсолютно добровольная инициатива. Можете менять, можете не менять. Я призываю менять для тех, кто хочет следовать золотым правилам, потому что там очень интересная модель, что новая ультима будет начинаться с цены 10 тысяч. Если классик сейчас стоит свободная цена у него тысяча, то я сейчас внедряю такую модель, сразу увеличиваю цену ультимы новой в 10 раз. И вот такими вот ступеньками мы дойдем. Я думаю, что когда мы продолжим это делать еще, когда будем переходить на трон, я думаю, что где-то когда трон уже нормально внедрится, в конце второго года мы сможем подойти нормально к цене свыше 50, возможно, даже 80, возможно, даже ближе к 100 тысячам, мы сможем подойти. У меня просто эта модель, я ее, про троновскую модель вам рассказывать, что не буду, там у меня полностью такая же стратегия, чтобы, ну, не такая же, а похожая, чтобы внедрить сжигание, чтобы внедрить заморозку, чтобы вогнать жесткий дефицит. Но, друзья, тысяча долларов наша ультима стоит, но это же вообще никуда не годится. Но нам нужно что-то делать. Этот рынок еще, возможно, будет 3, 4, 5 лет колбасить. Не дай бог придет там через пару лет регуляция. Мы должны ко всему подготовиться. Нам нужно привлечь внимание. И 10 тысяч цена привлекает внимание. А если мы сможем больше цену получить, ну, вообще будет замечательно. Вот, поэтому нужно понимать, что человек имеет, что человек сможет смотреть, как это будет работать. Вот, вот, конкретный расчет. Я не знаю, я сейчас его не перепроверял, но мне кажется, что он правильный. У вас, у вас есть монета, например, у вас есть классик, да, вы, ваша, у вас есть сейчас ультима, она превратилась в зелененькую, она превратилась в классик, и у вас, например, есть 100 монет. У вас было 100 PLC, стало 100 PLC, да, 100 PLC классиков. И теперь классик стоит 1000 долларов. Он сильно не будет прыгать, потому что, скорее всего, давление будет очень сильное наверх, он начнет расти, потому что люди, я вам сейчас посчитаю, люди начнут просто покупать классик, чтобы автоматически сразу свопнуться в новую ультиму, потому что цена 1 к 10. Ультима и классик меняются 1 к 1, а цена 1 к 10. Это значит, если я сейчас куплю классик и закину ее в новую ультиму, у меня автоматически цена в 10 раз вырастает. Но, опять же, как это работает, я тоже сейчас объясню. Так вот, у вас есть возможность, вы можете поменять там 10%, 10% уйти в свопинг, 20%, 50%. Можете все поменять, вы можете вообще ничего не менять, это абсолютно добровольный продукт. Все равно мы потом будем всю нашу инфраструктуру переводить на трон. Это, в принципе, сейчас стратегия плюс-минус для новой голубенькой ультимы на следующий год. Потому что потом добавится... Нет, это стратегия не на следующий год, это стратегия сейчас на 5 лет, но через год добавится еще более сильная стратегия, которая будет в привязке с этой, и еще цену тянуть в разы наверх. Значит, у нас сейчас с вами, например, в этом примере 100 PLCU Classic монет. Она стоит тысячу. Если вы просто сейчас пойдете и скажете, да ну, мне это все не надо, я беру 100 монет, продаю их на бирже, я получаю, или вы получаете 100 тысяч долларов, 100 тысяч USDT, и все, вы вышли, монет у вас нет, ноль. Здесь ни о каком... При такой стратегии никакой речи о накопительной стратегии вообще не идет. Просто вы сожгли все свои монеты, да, у вас 100 тысяч долларов. Но что можно сделать на 100 тысяч долларов в этой жизни? С такой инфляцией, с такими ценами. Да, кто зарабатывает, у кого 100 евро пенсия, для того это много, но, честно говоря, у кого 100 евро пенсия, мало у кого есть 100 монет. Это, будем честными, да, это из разряда фантастики. 100 монет есть у людей, у которых есть деньги. Хоть какие-то, или они умеют их зарабатывать. 100 монет есть у вас, к примеру, у всех практически. Если у бриллианта, у вас плюс-минус должно быть как минимум 100 монет. Что такое 100 тысяч? 100 тысяч, ну, это, это, это хорошее начало, но жизнь на них сильно не изменишь, не изменишь. Теперь, смотрите, можно сделать так, что вышли в, вышли в кэш, потратили весь классик и все. Но, если вы начнете свопать, да, вы, вы возьмете ваши 100 монет и поменяете их через вот этот вот пакет. Сейчас я один раз назад сделаю, да, возьмете вот здесь вот 100 монет, вон он левенький самый нижний. 100 PLC, вы их поменяете и вам сразу в этом месяце упадет 2, нет, вам сразу упадет, вам будет падать в первый год 2% монет, монет, но которые разделены на 12. Это каждый месяц как в ферме, да, значит, из 100 монет на рынок выйдут всего 2 монеты. Всего 2 монеты, которые будут стоить от 10 тысяч и выше. Посмотрим, я просто сейчас в этой презентации говорю минимальную цену, которую я точно могу, я не буду ее никому гарантировать, мы точно можем ее осилить. Это значит, что человек и как бы продает, и как бы золотые правила не нарушает, потому что даже через 4 года у него все равно еще 63% монет в кошельке. А если стабильность цены будет удерживаться, то он заработает 20 плюс 50, это 70, в третьем году у него уже будет 170, и в четвертом у него будет 370, и еще 630 будет в копилочке лежать, а не 100 тысяч, да, лучше вот это и есть та стратегия накопления, что у человека и деньги есть, и большой такой мешок еще с монетами, которые много стоят, потому что сейчас на рынке творится бардак. Почему мне нужно сейчас это все начать потихонечку замораживать и как-то уменьшать количество монет на рынке, потому что сейчас на рынке делает каждый, что он хочет. Это, конечно, неплохо, но мы еще недостаточно большие для того, чтобы каждый творил, что хотел. Посмотрите, вот последний год, пока у меня были плюс-минус какие-то инструменты, чтобы рынок направлять в рост, мы росли, летели как сумасшедшие. Как только я и компания потеряли контроль, потому что слишком много монет в рынке, пользователи просто, большинство просто сорвало крышу, они начали, ну они же там просто покупают квартиры, машины, заходят в какие-то инвестпроекты, просто все почувствовали себя супермиллионерами и укатали монету в пол. В тысячу долларов укатали, сейчас спрашивают, а как мы ее будем поднимать? А как вы ее хотите поднять? Если я ее поднимаю, вы ее опускаете, ну не вы конкретно, а комьюнити. Мы ее поднимаем, они ее опускают. Посмотрите, вот мы сейчас до двух тысяч заросли, как быстро мы зашли с тысячи до двух? Сто процентов, это прибыли. А сто процентов профита за несколько дней, за один день они укатали нам практически цену опять, за два. И не дают, не дают ни закрепиться нигде. А еще лимиты там присутствуют. И сейчас вот открылась, я даже не знаю какой курс, но я думаю давление будет серьезным. Да, здесь спрашивают, обмен ультимы на классик только через пакеты? Ну да, только через пакеты. Классик PLCU не будет пары, не будет. Вы можете, конечно, выйти в USDT, но это я покажу вам, что это вам невыгодно, если вы классик продаете в USDT. И по рыночному курсу будете покупать ультиму, вы потеряете, у вас этого баланса X10 не будет. Дальше. На второй год выходит 5% монет, на третий 10% и на четвертый 20%. Таким образом вы где-то за два с половиной года свои 100 тысяч, которые вы сейчас можете получить, как минимум отбили. Вы получите только в профите и у вас еще огромное количество монет, у вас более 80% всех монет вы сохранили. И это важно, потому что сейчас в панике люди продают, люди выходят, люди хотят спасти свое, получить хоть что-нибудь. Вот это вот бедное мышление, оно настолько мешает людям. Опять же, мы никого не заставляем, это все добровольно, видите, волонтеры, да, волонтеры, это добровольно. Не хотите менять? Не меняйте. Но если вы хотите получать X10, давайте-ка с нами, давайте соблюдать правила. И тут уже, когда вы зайдете в свопинг, у вас не получится, как с диетой, сорваться, вам никто не даст. Система не даст вам больше монет, чем положено. Мы это сейчас все покажем. И она будет давать это всем. И рынок будет, у новой ультимы, создаваться только среди тех, посмотрите, в чем гениальность. Рынок ультимы будет создаваться только среди тех, кто следует золотым правилам. Это же гениально. Если в ультиме, в новой будут только люди, которые привязаны к золотым правилам, там вообще ничего не может сломаться, не получиться или еще что-то. А как? Невозможно, недостаточно монет на рынке. И в этом вся суть. И все остальные вокруг увидят стабильность нашей монеты. Мы там сможем плюс-минус еще с CoinMarketCap, наверное, о чем-нибудь хорошем договориться. Ну и тому подобное. Друзья, я тут решаю не только ваши проблемы, но еще и свои. Потому что нам нужно пробиваться сквозь этих товарищей, которые везде нам пытаются поставить подножку. И все люди, вся наша комьюнити увидит. Проект не закончится в следующем году. Проект как минимум еще на 5 лет. А когда запустится трон, у всех просто послетает крыша. Я это вам и обещаю. Потому что это и секьюрити монеты, это и секьюрити токены, которыми никого нет. Это и стейблкоины и тому подобное. Я уверен, что на нашу еще чейн мы еще и USDT позовем, и другие стейблкоины. Мы всех их пригласим. Потому что у нас комьюнити будет. И ликвидность. Не забывайте, у нас биржа вот-вот запустится. Нам нужно тревел-платформу запускать. Нам ликвидность нужно увеличивать. Сколько можно биться со страхом. Понимаете, это инструмент против страха и паники. Когда вы зайдете в своппинг, страшно вам. Паникуете вы. Еще что-то. Вообще никого не волнует. У вас есть два ваших процента монет, разделенные на 12 месяцев. Первая капля падает сразу. И все, вы сразу сможете. Вот вы сделали своппинг, в ту же секунду вы получили коин. Вы можете идти и продавать его в 10 раз дороже. И у вас. Вы продали 0,2%. А получили как будто продали 20%. Понимаете, это как будто продали 2%. Это очень круто. Вы и деньги. Никто не вынужден продавать по тысяче. Все могут продать по 10 тысяч. Если у тебя недостаточно капает, иди достань еще классика. Иди сделай своппинг, чтобы у тебя больше капало. И люди кинутся. Плюс, если вдруг по каким-то причинам нам задампят классик, и он упадет на 100 евро. Это самый наш страх, когда люди думают, что если наша ультима упадет на 100 евро. Представьте, классик новый упал на 100 долларов. И что произойдет? Сами подумайте. Напишите мне в чат. Классик стоит 100 долларов, своппинг один к одному, а ультима новая стоит 10 тысяч. Что сделают люди? И вот то, что я вам говорил. Продадут все, что у них есть. Купят по 100 долларов классика, сделают своппинг и будут делать X100. Вот в чем сила. Поэтому классик становится абсолютно бессмертной монетой. Да, удивить. По-моему, супер. Нужно было так заморозкой на 5 лет сделать, когда запускали PLC. Нельзя было сделать. Нельзя было сделать, потому что не было бы такого хайпового эффекта, не было взрыва. И плюс мне нужно было накачать вас ресурсами. Вы должны прочувствовать были, что елки без золотых правил никуда. Вы должны почувствовать были, что комьюнити у нас неуправляемая. Она натворит таких дел. Потому что все на какой-то панике. У них абсолютно все горит. У них завтра в чатах, где можно быстрее продать X. Я все время спрашиваю, куда вы торопитесь, что у вас такое в жизни происходит, что вам нужно прямо здесь и сейчас все распродать. Вот. Так, сейчас мы... Сейчас, друзья, подождите, подождите. Мы сейчас все вопросы ответим. Подождите, подождите. Не спамьте мне чат. Я еще не дошел до конца. Я хочу вам объяснить. И таким образом, вы, если у вас 2 монеты вышли, вы в первый год заработали 20 тысяч долларов. Как-никак, это практически 2 тысячи в месяц. И это только 2% ваших монет. Вы заработали 20% от того, что если вы... А если вы сейчас будете... Чисто теоретически, если вы сейчас в рынок придете 100 тысяч монет, вы, возможно, не получите 100 тысяч. Да, это... Курс просадить-то серьезно. Можете продавать, уже будете не по 1000, а по 800 или по 500, или еще как-то. А если все кинутся, то монета реально может упасть. Поэтому... Поэтому... Понятно, что этот продукт классик защитит от любого падения. Ну, давайте так представим. Монета... Классик упал вообще на 10 долларов. Вот давайте, да? Говорит, а, Алекс, ты что? Не произноси такое. А что мы боимся? У нас... Мы пушим ультим. Классик упал до 10 долларов. Теперь у нас есть классик, который стоит 10 долларов. У нас есть... У нас есть обмен. Один к одному через своппинг. Один классик на один ультиму, которая стоит 10 тысяч долларов. Это, между прочим, X 1000. И не пусть... И не рассказывайте мне, что не найдутся люди, которые кинутся покупать по 10 баксов весь классик, чтобы засвопать его в ультиму, чтобы сделать X 1000. Понимаете, какой хайп создается на этом? И мы в следующие 5 лет пули непробиваемые, вообще терминаторы. А мы будем параллельно карты, тревел-платформы. Поймите, наша задача не того, чтобы кто-то там мог что-то здесь и сейчас заработать. Мы строим империю, мы строим следующий биткоин, мы строим комьюнити в 100 миллионов. И у нас нет опции проиграть. Я даже думать об этом не хочу. Если вы думаете, что какой-то крипторынок или какая-то криптозима нас поставит на колени, ничего подобного. Я этого просто не допущу никогда. Если вы меня поддержите, мы их всех победим. У нас... Ну а что нам еще заниматься? Смотреть на 1000 долларов? Я устал смотреть на 1000 долларов. Я лучше буду смотреть на 10 тысяч или на 20. Буду смотреть, как она растет. А сейчас... А трон запустим. Вы представляете, что будет, когда будет трон? Весь мир к нам придет. И мы за этот год еще упакуемся продуктами дополнительными. И с троном еще дополнительные продукты. Я буду вообще феерия. И того подобного. За 5 лет, да, вам нужно 5 лет играть со мной в эту игру. Но 4 года у вас золотые правила. Извините, друзья, но я хочу, чтобы все мы следовали золотым правилам. Хотите, вы не хотите. Рынку нужно. Монете нужно. Вы хотите, чтобы наша монета стоила? Вы хотите, чтобы денег вы заработали больше, чем 100 тысяч долларов? Значит, нужно внедрить золотые правила. Нравится это кому-то? Не нравится. В конце концов, мы никого не заставляем. Это добровольная штука. Ну не хочешь? Пожалуйста, вон классик. Доторговывай свое. И что? Мы идем на Binance. Мы идем в топ 10 монет. Мы не собираемся сейчас. Но все равно туда не пускают. Будем развлекаться. Будем, значит, делать источники заработка, источники роста, развития, комьюнити. Пока нас там не пускают, пока мы там боремся, с другой стороны будем расти. Никакой стратегии для проигрыша у меня нет. И у вас быть не должно. Дальше. И таким образом этот форк мы уменьшим. Мы запустим сжигание. Все монеты из свопинга идут в сжигание. Представьте, мы сожгем 350 тысяч монет. А если мы сожгем из 700 тысяч 500 тысяч монет? И останется 200 или 100 тысяч останется. Представляете? Классик-то не печатается больше. Все ваши фермы доработают. Дальше. Все идут... Мы создаем просто феноменальный дефицит и сжигание. Мы всех направляем в золотые правила. Хочешь, не хочешь. Если ты хочешь 10-кратную цену или выше, посмотрим, какая она будет. Я, честно, думаю, что она будет, ну, не знаю, тысяч... Она будет выше, чем 10. Посмотрим. Это так, чтобы немного не обещать. Если мы хотим увеличить нашу комьюнити, и мы хотим роста цены, нам нужен этот форк, потому что нам... Ну, хватит нам уже быть этим самым... Непонятно кем... Лайткоин. А мы должны стать фундаментальной монетой. Я вам об этом много раз говорил. И мы к этому пришли. Значит, давайте рассмотрим конкретный пример. Я не уверен сейчас в его правильном расчете. Допустим, у вас есть один PLCU, который превратился в один PLCU классик. Один. И вы говорите, у вас есть два варианта. Первый вариант. Вы говорите, ладно, не буду. Тысяча стоит. Пойду поменяю в USDT. Все, тысячу USDT получили на руки. Вы свободны. Вы довольны. Один PLCU. До свидания. Все. Второй вариант. Вы берете этот классик, пускаете его, меняете его на X. X прокручиваете, апгрейд, увеличиваете туда-сюда, берете и делаете из одного PLCU классика три классика минимум, а то и больше. Эти три классика теперь вы меняете, вы их меняете, вы их свопаете в ультиму. Три классика равно три ультимы, а каждая ультима 10 тысяч. Вот у вас три ультимы реальные, которые принесут вам 30 тысяч вместо тысячи. Ну, если, конечно, если 10 тысяч мы удерживаем в течение года, так это в течение года. И самое главное, что это можно делать каждый месяц. Закинули, получили X, X поменяли в классик, классик быстро свопнули, из свопинга сразу получили, сразу продали. Вы каждый месяц будете, как на фабрике работать, обменником, менять будете свои. И вот вы увеличили не в 10 раз, а в 30. А это без апгрейда. И это еще без падения курса классика или еще что-то, где вы сегодня можете там 10 дополнительных монет заработать, завтра 30. Вот вам стратегия. Если, например, у человека есть 10 тысяч USDT, конечно, он может их поменять сразу на классик, классик свопнуть и сделать свой X10, получить там 100 тысяч. Но если он его отправит в X, увеличит его, да, за 1000 он купит 10 классиков. Если он из этих 10 классиков сделает 30 классиков, поменяет их на 30 ультим, то у него будет совсем другая денежка в кармане. И это только, я просто говорю о том, что самая задача сейчас понять, что этот шаг нам необходим, потому что мы собираемся производить взрыв ультимы. Если с ультимы будет все хорошо, с классиком будет хорошо все, с X будет все хорошо, с PLC будет все хорошо, со всеми будет все хорошо, у нас будут работать все, у нас наш локомотив ультима, и причем не блокчейн, не монета, а имя, бренд, позиция на биржах, позиция в CoinMarketCap, нам не важен какой там код, нам важно, чтобы наше имя залистилось на CoinMarketCap, чтобы наше имя ультимы, чтобы оно было связано с большой ценой и с растущим графиком, чтобы никто там не ходил и не пинал на CoinMarketCap, что ой, вы там упали, третья, десятая, покажем рост. И мне самое главное, чтобы наша комьюнити зарабатывала стабильные, хорошие деньги и не транжирила свои монеты, они 10 раз пожалеют, если они сольют все свои монеты в панике, в недоверии и тому подобное. А здесь, один раз перекрестился, сделал свопинг и 5 лет ты просто в шоколаде. Все, друзья, я это все вам сейчас рассказал. Пойдем покупать за 100, чтобы на свопе заработать. Да. А если я не хочу продавать, можете не продавать, еще раз, это добровольная вещь. Вы сами построите свою стратегию, можете менять, можете не менять. Можете ждать классик, когда будет расти, он будет расти, потому что его просто сейчас начнем выжигать, просто вот как огнеметом будем выжигать все монеты, потому что все пойдут в свопинг. Плюс, нужно в свопинг идти будет сразу. Почему? Я вам скажу, именно вот из-за этой таблицы. Если вы не сделаете свопинг сейчас, представьте, если вы сейчас делаете свопинг, то вы у вас, вы со всеми запускаете, ни у кого нет никакого преимущества. Представьте, вы год проспали, пришли на второй, вы поймите, там уже 2% монет на рынке, и еще 5 пришли. Уже вы конкурируете с 7% на рынке монет, поэтому сейчас нужно. И особенно в 5-м году у вас еще выйдется только там 30 монет, а у всех 100% монет уже поваливается. Нужно в свопинг заходить именно в первый год. В первый год. Возможно даже, что мы свопинг и не будем предлагать больше. Мы предложим его только 12 месяцев. Наверное, Игорь, возьми-ка это на заметку. Вот, есть 12 месяцев для свопинга, не будем мы предлагать во второй. Вот у нас есть 12 месяцев. Кто не сделал свопинг, извините, друзья, до свидания. Да, не будет больше таких возможностей. Для новой монеты снова покупать пакет за USDT нет. Вы покупаете еще раз вот здесь. Здесь, наверное, стало не видно. Вот оно у вас. У вас свопинг юнинг 100 PLCU и вы платите 100 PLCU-C. Да, PLCU классик. Вот оно видно внизу. И вы свопаете. Это просто обмен. Вы классик отдаете, мы его сжигаем. А за это вам начисляем, за то, что вы дали сжечь ваши монеты, мы зачисляем вам ультимум. И опять же, сейчас это не происходит на каком-то смарт-контракте. Это сейчас один год будет происходить в дэшборте. Второй год, когда появится, ну, почему мы не делаем сейчас на смарт-контракте? Потому что мы вам сейчас сделаем на смарт-контракте, а потом придет трон, и вы будете 5 лет привязаны к старому решению на лайткоине. Мы не хотим этого. Мы просто, когда придет трон, мы перенесем это все потом уже на смарт-контракты трона, сделаем специальную технологию. Понятно, придется повозиться. И пока еще не знаем, как. Мы с этим разберемся. И мы обязательно вам сделаем конкретный смарт-контракт, чтобы вы не думали, что у вас там 5 лет какая-то неуверенность или с компанией может еще что-то. Да, в зоне риска мы находимся там один год условно, но опять же, мы настолько мощно работаем, настолько мощно растем, что за этот год с нами точно ничего не случится. Даже можете не надеяться. Мы нацелены, еще раз говорю, у меня стратегия на 10 лет. 10 лет. Все ваши финансовые вопросы вы решите за это время, я уверен. Так, давайте мы послушаем вопросы, возможно, Андрея, Антонина, Игорь, Даш. Что будет с фермами, которые работают сейчас по смарт-контрактам? Они будут добывать монеты по-прежнему. Все точно так же добывается, только теперь они будут добывать не ультиму, а они добывают классик, потому что и вот просто перекрасили, ничего не изменилось. Да, Андрей, Андрей, ты бери микрофон и давай. Да, всем добрый день, слышно меня? Да, рад тебя видеть, бодренький, красивый. Привет всем. Так, да, вопросы есть, вопросы уже, ну, первое, значит, тут опять же, уже наперед немножко забежали, что касается трона, когда мы будем на блокчейне трона, мы будем называться уже токеном, а не коином. Нет, это наш будет трон, мы не уходим токеном на трон, мы берем их в блокчейн, его перерабатываем и форкаем, и это мы будем троном. Вот как мы сделали с лайткоина, мы же не токен на лайткоине, мы взяли блокчейн лайткоина и сделали свой. Точно так же мы возьмем блокчейн трона, мы его сейчас очень активно перерабатываем, он ужасно сделан, но это все еще все равно лучшее решение на рынке, которое есть, мы его берем, ставим и погнали. Это будет наш трон. Трон это же тоже форк эфира в свое время, они что же эфир форкали, поэтому это же не полностью новое. Они взяли эфир код, его форкнули, сделали изменения и назвали с троном. Точно так же мы будем делать. Берем трон, форкаем, меняем и погнали. Так, хорошо, следующий вопрос. Выплаты будут ежемесячно, вот этих свопнутых монет, раз в месяц. Давай это самое, давай так, давайте мы тогда встроим еще одну маленькую презентацию. Игорь, покажи, пожалуйста, как это на дефстенде у нас будет. Ты готов показывать или лучше не надо? Да, вполне. Хорошо, давайте дадим Игорю слово и он нам все сейчас покажет, а я как раз немножко передохну голосом водички побью. А Игорь все покажет, как это у нас сейчас будет все работать. Так, секундочку, друзья, буквально один момент, делаю шаринг экрана. Так, скажите, пожалуйста, видно ли картинку? Пока кружит шарик. Попробуй перезапустить. Сейчас, подождем секундочку. Перезапускай, не крутится. Попытка, не пытка. Так, я думаю, что нет еще, Пока крутится, я отвечу. Икс ферма будет добывать уже не ультима, а классик, верно? Сергей, Икс добывает Икс. Она не добывает ни ультиму, ни классик. Икс добывает Икс. И этот Икс вы будете на коин сбить и менять на классик. У Икса будет пара только пил сию классик, поэтому классик никуда не денется. Все тоже остается, просто переназывается. Будет ли дилистинг с бирж или остаемся? На всех биржах мы остаемся, с некоторым придется договариваться, на коин сбить и появятся две пары. Классик и ультима. Так, ну я смотрю, что у нас уже все прошло, да? Ну я не вижу тебя, к сожалению. А картинка есть? Скриншаринг? У меня крутится, не знаю, спроси у людей, у меня ничего не видно. Так, друзья. Обмен всегда будет один к одному? Всегда. Можно? Вот, пошло, пошло, пошло. Будет возможность классика менять на ультиму, точнее и обратно? Нет, такой пары не будет. Классик менять можно только через свопинг. Классик вы можете поменять на ультиму, только если продадите его за USDT и за USDT купите, что крайне невыгодно. Вы теряете их фактор, их здесь. Игорь, тебе слово. Окей, если мы все видим наш экранчик, ну конечно же стоит обратить внимание на то, что наш слендинг преобразился, то есть теперь он стал чуточку другим, и давайте посмотрим, что у нас появляется внутри нашего кабинета непосредственно с сайта PLC Ultima. Так как наши пользователи будут соответственно проводить свопинг классика на ультиму, то в новом дэшбарте PLC Ultima появляется несколько новых разделов. То есть как вы видите у нас полностью преобразился внутренний кабинет, то есть он стал совершенно другим, и добавилось два очень важных пункта. Непосредственно первый пункт это свопинг юниты, то есть где вы непосредственно сможете выбрать для себя интересующий для вас свопинг юнит от тысячи коинов и погнали до 0,01 коинета. Здесь есть вопрос, какие есть номиналы, покажи, что здесь есть и 0,01 PLC, и 0,2, и 0,5, и 0,1, здесь от 0,01 до чего там, а что у нас опять 0,01 пошло? Это DevStand. Не обращайте внимания, это не продуктив, поэтому здесь бывают опечатки, ошибки. Соответственно, это все происходит непосредственно пока все работают. Короче, у нас номинал от 0,01 до соответственно 500 тысяч, да, там получается? До 1500, до еще есть. Соответственно, всем хватит под любую возможность, под любую ферму, под любой кошелек. Слопинг происходит привычным для всех способом, то есть, например, вы выбираете свопинг юнит на 100 PLC UC и нажимаете простую кнопочку своп, то есть обменять. Соответственно, открывается экранчик. Игорь, подожди, вот я тебя вижу, люди что-то пишут, что не видно. Еще раз, видно демонстрацию или нет? Андрей, Антонин, отзовитесь, Леонид. Короче, у кого не видно, значит, обновляйте. У всех видно, а только Алекс видно. Обновляйте страницу. Обновляйте. Ну, у многих не видно, Игорь. Что делать? Ну, может быть, это просто старая информация, возможно, что сейчас у всех проблем нет. Обновите страничку, попробуйте обновиться, у кого не видно. Если у всех видно, у большинства, значит, все нормально. Давай дальше. Да, давайте повторимся для тех, кто не заметил, то есть у нас есть свопинг-юниты, которые мы здесь видим. Для вашего удобства реализована функция подсказки, которая объясняет, как это все работает, то есть без информации никто не останется. И по нажатию на кнопочку своп у вас открывается новая страничка, которая, соответственно, показывает вам необходимый адрес, необходимую сумму, которая равняется сумме свопинг-юнита, которую необходимо перевести для того, чтобы вы активировали свой свопинг-юнит. После того, как вы его активировали, в вашем дешборте, который называется свопинг, появляются ваши свопинг-юниты. Как видим, у меня на примере два, по одному PLCU. Соответственно, для того, чтобы их активировать, нужно отдать один классик. Один классик равняется одной ультиме. и мы видим здесь с вами сколько на текущий момент у нас уже юнит коинов было свопнуто. Первый год, второй год, третий год, четвертый год, пятый год, все один к одному. И мы видим детали по каждому году, когда, какое количество коинов у нас происходит и получаем мы их на наш баланс, доступный баланс, с которого потом мы можем произвести соответственно стандартную процедуру вывода по клику на кнопочку payout. Покажи еще раз, что выводы именно каждый месяц капают. Да, вы видите. Секундочку. Допинг происходит каждый месяц. Посмотрите, первый вы получаете сразу, первый сразу прилетает. Вы делаете свопинг и вы можете в этот же день уже продать в 10 раз дороже. Да. То есть 12 платежей на каждый месяц в течение 5 лет. первый год 2 0.2 второй 0.5 третий 0.1 и погнали до всех 100%. Соответственно для вашего удобства вам представлен дэшборд, который показывает вам как происходит свопинг. Свопинг на самом деле явление, которое происходит постоянно. То есть он минтится, он свопается постоянно, каждый день. Просто процесс накопления занимает 1 месяц. Каждый месяц ваши коины переходят в доступный баланс которого вы можете произвести пей-аут. И как мы видим сейчас на нашей страничке с пей-аутами, мы видим, что у нас новый формат адресов. То есть теперь, если старая ультима классическая, которая сейчас является, имеет формат адреса U2X, то наша итоговая ультима имеет формат адреса U1X. И мы видим здесь историю транзакций наших пей-аутов и сразу же можем их посмотреть на нашем блокчейн эксплорере. То есть это абсолютно наш привычный блокчейн эксплорер, но он уже отображает новую ультиму, не классику, а исключительно самую, что не есть, POC ультима. И мы видим полностью всю историю транзакций по вашим кошелькам. То есть такого образа у нас появляется абсолютно новый дэшборд, у нас появляются новые своппинг-юниты, вы можете ими управлять, вы можете прочитать информацию про эти своппинг-юниты, а также обратите внимание на то, что своппинг с available баланса происходит на любой кошелек, который вы укажете. То есть нет привязки конкретно к вашему фермерскому либо же какому-то еще кошельку. То есть это можно на биржу свободно, абсолютно без какой-либо децентрализации, вернее централизации, то есть где нужно привязывать какой-то кошелек на любой кошелек, вы можете произвести выплату и использовать вашу ультиму по любому назначению, которое вы соответственно хотите. Если мы с вами обратим внимание на наши новые сайты, то безусловно у нас давайте я сейчас сделаю вот так. Так, это наш паспорт, есть у меня вот такая вот ссылочка. То есть чтобы вы понимали, то есть с первого числа у вас появится несколько новых сайтов. Существующая ультима, которая у вас есть в ваших приложениях, в ваших кошельках, она преобразится в ультиму классик, она станет классиком. и вы можете использовать ее в существующей экосистеме как ультима классик. Соответственно под ультиму классик был разработан новый сайт, как видите он уже готов, то есть все это будет представлено очень-очень-очень скоро, сегодня на 17 декабря, до 1 января осталось буквально пару недель, и мы сможем всю историю транзакций видеть на нашем блокчейн эксплорере, который тоже относится к классику. То, что вам Алекс сегодня показывал на презентации, на слайдах, все это есть уже сейчас под капотом работы, то есть все это время, когда мы терпели атаки, когда мы отбивались от сумасшедшего количества атак, при этом атаки были направлены не только на нас, вы видели, что происходит во всем криптом мире, что и Binance атакуют, и саму сеть трона атакуют, мы не сидели на месте, и соответственно логическим решением было сделано огромное количество работы, и соответственно новый дэшборд, новый кабинет, новые сайты, новый блокчейн эксплорер, и обновление мобильных приложений. Друзья, Алекс, можно маленький спойлер касательно версии приложений? Сейчас, секунду скажешь, я просто поясню, дело в том, что на самом деле эти атаки, которые произошли, они нас и сподвигли ускориться, потому что, как я вам говорил, трон только на следующий год был запланирован, я не собирался об этом вам рассказывать, но нам нужно сейчас этих ребятишек всех перехитрить и дать им достаточно серьезный отпор, потому что, к сожалению, блокчейн лайткоина, он не дает такую вот децентрализацию, какую бы нам хотелось, и нам нужно сейчас перейти, раз уж мы все, раз уж мы, скажем так, открылись, мы хотим заодно и обучить за этот год людей, потому что, понимаете, я хочу, когда мы придем с троном, чтобы все знали, что делать, а не то, что все, ой, трон, что теперь, сейчас за этот год мы все обучимся, настроимся, поймем золотые правила, поймем все правила, и когда придет трон, мы прям жахнем, так, что у них у всех закружится голова, вот этот год такой подготовительный, здесь это год для заработка денег, для закрывания рангов, для увеличения комьюнити, пока все будут падать, мы будем лететь, пока все будут умирать, мы будем жить, и развиваться, расцветать, и расти, и вот в этом, на этом настроена моя стратегия, чтобы вы понимали. Игорь? Да, и еще хочу обратить внимание, Алекс, на самом деле, существующие версии приложений, которые вы уже могли обновить, кстати, ответьте, пожалуйста, в чате, кто обновился на приложение версии 3 и выше, это касается и приложений в App Store, и приложений в Google Play, и приложений, скачанных непосредственно с сайта, эти приложения уже могут работать с новой Ultima, то есть, в момент, когда произойдет, соответственно, сплитинг 1 января, произойдет, ваши приложения сами по себе преобразятся, поэтому, пожалуйста, всегда будьте актуальны, соответственно, скачивайте последние версии приложений, они уже доступны в Store, вы ничего сейчас с классиком там не увидите, только после того, как произойдет непосредственно слиппинг, сплитинг, когда мы это все выкатим в непосредственный продуктив, когда произойдет официальное разделение существующей Ultima на Ultima Classic и на Biosi Ultima, то есть, поэтому сейчас уже у вас полностью вся готовая инфраструктура, у вас все готовые мобильные приложения, у вас полностью готовый кэшбэк программе, потому что они уже сейчас на стадии полной готовности выйти в продукцию, все то, о чем вам говорил Алекс, это не планы, все то, о чем говорилось сегодня на презентации, это не перспектива на будущее, это то, что было сделано и готово к тому, чтобы Новый год мы все с вами встретили с абсолютно новыми инструментами, заряженные по полной программе и готовы идти завоевывать наш рынок, поэтому, друзья, приложения готовы, сайты готовы, кэшбэк программы готовы, все сайты уже готовы быть во всеоружии, и еще маленький нюанс, хочу предупредить, что когда мы будем проводить соответствующие процедуры по сплитингу, нам потребуется время, чтобы наши сервера, чтобы все наши системы, все это произошло гладко, поэтому, Алекс, сразу предупрежду, сразу хочу предупредить всех, чтобы это ни для кого не стало секретом, ни для кого не стало сюрпризом, наши сайты, наши сервисы будут временно недоступны на этот момент, поэтому без паники, дорогие друзья, все перейдет гладко, но для того, чтобы мы переехали очень гладко, нам потребуется определенное время провести все существующие работы, как вы знаете, у нас сайтов огромное множество, сервисов еще больше, и чтобы все это вы могли получить в полном объеме, без каких-либо ошибок, мы уйдем на небольшую техническую работу, надеюсь, мы проведем ее очень быстро, но сразу предупреждаю, что этого шага нам не избежать. Алекс, какие-то вопросы, может быть, есть ко мне, может быть, еще что-то показать? Так, покажи, да, еще кэшбэк, покажи все, ты все показал? Кэшбэк как будет уплачиваться? Сейчас, секундочку. Да, Андрей, задавай. Да, проговорите пока, какой минимальный пакет сегодняшний Ultima на Swoping, ну, то есть, это 0,01. 0,01 сегодняшний Ultima. Ну, да, классика, ну, 0,01 классика меняется на 0,01 Ultima новой. 0,01, ага. И еще, по ходу, пока Игорь готовится, тут был вопрос, но я его немножко расширю, значит, эта презентация, она как бы для действующих партнеров, у кого есть Ultima, и хорошо это все разъясняет, но для новичков нужно сделать презентацию, вот тот слайд, который там один был, где мы 10 тысяч USDT, покупаем Ultima через X, ее пропускаем, вот этот, ну, слайд надо развернуть на такую хорошую презентацию, потому что новички не будут понимать, что делать. Просто, когда человек заходит, новичок, у него есть деньги, и что ему надо делать, то есть, покупаем Ultima, Ultima на X, нарабатываем там за 3 месяца, или каждый месяц меняем, вопрос был просто такого характера, правильно ли понимают, что покупая Ultima, можно сразу менять на, ну, делать swap, и этим в 10 раз увеличивать, ну, получается, что выгоднее все-таки Ultima пропускать через пакет X, там ее наращивать, и потом ту, которую добываем, уже пускать на swap. Ну, опять же, смотрите, если нужно быстро, то, конечно, купил Ultima, закинул, купил Classic, закинул в Ultima, сразу начал. Если пару месяцев, ну, пару месяцев есть зазора, значит, конечно, зашел в X, быстро, быстро зашел в X, X хватаешь, выходишь в этот, и потом выходишь в этот самый, выходишь в новый Ultima. Понятно. Еще был вопрос, за счет чего будет держаться курс новой монеты Ultima, вот 10 тысяч, как компания говорит. Во-первых, это, скажем так, не за счет чего он держится, он держится за счет того, что монет на рынке мало. За счет того, что монет на рынке мало, цена очень легко поднимается, потому что никто не может ее утопить. Мы, соответственно, выстраиваем, мы задаем скорость, и эта скорость плюс-минус начинает разогнаться. В принципе, если мы начнем с 10 тысяч, то я уверен, что мы можем разогнаться до 15, 20, а может даже и выше, потому что, ну, сам, давай просто посчитаем, вот у нас 700 тысяч монет, да, 700 тысяч монет, грубо, мы делим, мы умножаем на 2%, это 14 тысяч монет, и делим на 12, это 1100 монет в первый месяц выйдет, какая у нее может быть цена? Хорошо, да, это понятно, а новая монета, она будет участвовать, чтобы она была востребована, в каких-то программах будет участвовать, чтобы люди ее покупали? Это все у меня в слайде здесь написано, просто немножко неизвестен, не та самая, вот она, значит, новую, за новую монету можно купить минтер, x-минтер, да, ты можешь вот как сейчас, да, как USDT мы оплачиваем или x-ом, ты можешь купить минтер, ты можешь купить ваучер кэшбэковский, вот как мы за USDT сейчас платим, будем платить этот, новая монета используется в картах, новая монета использоваться будет на бирже, да, и тому подобное, новая монета, она будет во всей культуре использоваться как USDT, например. То есть если кэшбэковский ваучер, это автопрограммы, недвижимость, будет новая монета. Да, да. Алекс, еще хочу добавить касательно минтинга. Давай. То есть, друзья Андрей и все присутствующие, смотрите, то есть, минтинг, это явление очень классное, это абсолютно наша уникальная революционная технология. Видно слайд, подождите, Игорь, видно только слайд. Да, все нормально, я не показываю сейчас, я к тому, что в новой ультиме, в 100, которая будет вот здесь и сейчас, минтинга не будет, то есть не будет сумасшедшего объема коинов на рынке. как бы не пытался Алекс вас предопреподрить, вас, так сказать, воодушевить, да, существующими акциями, как бы все хотели участвовать в этих акциях, минтинга в новой ультиме не будет. Соответственно, это и ответ на вопрос, который говорит, что сумасшедшего объема коинов на рынке его не будет. Минтинг, это исключительно технология Икса и, соответственно, исключительно технология классика. Поэтому ультима выступает с точки зрения всего рынка чище, проще и гораздо прозрачнее. Когда мы видим процедуру минтинга, свопинга, не видим сумасшедшего количества минтинговых транзакций, когда не будет мошенников, которые смогут эти кошельки уводить, да, представьте, сколько людей было атаковано через скамеров, всевозможных мошенников, сколько коинов было вылета на рынок, это нереальная кризисла коина. И всего этого ультима теперь лишена. То есть мы ушли от такого понятия, как митинг. Митинг остался только в Иксе и только в классике. Да, еще раз, это только промежуточная монета, новая ультима на лайткоине, промежуточная на год, она потом будет тоже уходить, поймите. И выплаты вы потом будете там на второй год уже иметь в уже будете иметь в троновской монете, понимаете, это тоже та самая вещь. Поэтому все хорошо, мы все продумали и будем лететь. Дальше, здесь был такой вопрос, тело возвращается или нет, друзья, нет никакого тела. Вы все, что нам отдали, мы сожгли. И вы получаете, вы отдаете классик нам, перекрашенную, а мы отдаем вам новую ультиму, форк, каждый, каждый месяц, медленно, а все ваши балансы, они в дешборте, а мы взяли ваш классик и сожгли, и вы будете видеть это все на этом самым. Мы тем самым выжгем, ну я думаю, по центру 70 мы выжгем классика точно. И это круто. И классик вырастет тоже в цене. Никуда он не денется. Алекс, такой вопрос еще. Обмен будет один к одному, но в ультиме есть комиссия и люди спрашивают, ну получается, что один к одному не получится за вычетом комиссии. Так? Нет, если с кошелька. Не забывайте, что комиссия всегда будет. Тут никуда не деться. Это комиссия за облачение, на ней сэкономить не получится. Но вывод вы будете делать бесплатно. Из дешборта вы будете как не бесплатно, без комиссии. Я не знаю, сколько там есть у нас, нет. Вроде не должно быть. В дешборде нету. Я не знаю сейчас точно, надо посмотреть. В дешборде и на коэнсбит комиссии нету. А когда с кошелька переводы, то есть. Ну да, ну значит, если вы, вот первая транзакция с дешборта, она будет выходить без этой комиссии до сжигания, все остальное уже будет сжигаться. Конечно. В общем, комиссии выводить нельзя. Накапливайте целый месяц до свопа и держите в кабинетах. Не понял. Ну я говорю, чтобы своп через месяц, поэтому комиссии, которые в ультиме получают люди, чтобы держали в кабинете и из кабинета своп делали. Андрей, смотри, касательно комиссии, Алекс, могу показать сейчас World. Покажи. Так, тогда давайте вернемся пока открываешь это самое. Фермы будут классиковые, зеленые, и они будут заполняться классиком. Ну, сегодняшние ультимы перекрашены. Ничего, вы просто должны понять, что просто поменяли цвет и название, все остальное то же самое. Так, видно картинку? Да, да. Смотрите, друзья, то есть, что поменяется непосредственно на сайте PlatinWorld. Как мы видим, здесь у нас появилось абсолютно новый дешборд. Почему? Потому что сейчас, если раньше было три виджета с балансами, сейчас их четыре и один из них двойной. То есть, POCU и POC UC. Так вот, все существующие балансы, которые есть сейчас у каждого на сайте PlatinWorld, они автоматически переходят в классику. То есть, у вас на балансе в World тоже будет классика, которая вам необходимо будет соответственно реализовать, поскольку, поскольку это не на постоянном условии. А все новые ультимы, которые вы получаете в качестве комиссионных, вы имеете новую ультиму, не существующую как классику, а уже новую. И важно, что всю комиссию из PLC Classic нужно будет за этот год вывести. Оплаты в классике не будет. Мы хотим опустошить полностью все запасы и все, кто за год не выведет, мы остальное все сожгем. Мы будем очищать полностью балансы от классика, поэтому имейте в виду, балансы, которые у вас там есть, нужно будет вывести в классике за год. Кстати, это хорошая идея, ограничить своп в один год или с момента старта, или новичку с момента регистрации. Не-не, один год. Один год будет своп. Такой момент тут уточнение. Если у человека, ну это просто чтобы люди слышали, проговорить, тоже задают вопрос, 2.85 ультимы сегодня есть, то он как конструктором набирает себе несколько пакетов своповских и меняет. Да, он может так же как с теми. Ты можешь несколько пакетами, да. Да, точно так же. Если тебе не хватает монет, иди докупи и обменяй. Так, дальше. Если курс POSV Classic вырастет в 5 на 5 тысяч, какой будет свопинг? 1 к 10, значит 50 тысяч. Не-не-не. Мы меняем всегда один к одному, неважно какой курс, в одной монеты или другой. Один классик равен одному одной монеты. Все. А курс может быть хоть какой. Друзья, давайте закроем вопрос касательно Platin World непосредственно наших комиссий и наших бонусов. Процедура свопинга это исключительно добровольное желание, с него нет никаких бонусов, это вы сами решаете менять. Пропал игр. Пока игр это как быть у партнерам, у которых ферма не заполнена. Все просто берете классик, заполняете ферму, добывайте классик, меняете потому все точно так же. Никаких проблем. Игорь отвалился. Вот вывод на биржах будут открыты. да, будут. Единственное, классик, пока мы сейчас в этом самом мы планируем предлагать только на coinsbit, чтобы, опять же, мы хотим соединить всю ликвидность, весь спрос на одной бирже, чтобы у нас не было разбросов и тому подобное. Те, кто хочет выйти и уйти, пожалуйста, выходите и уходите, а те, кто хочет идти с нами в следующие годы и соответствовать золотым правилам, развивать нашу инфраструктуру, своп идти вперед. Алекс, а те, у кого эти монетки сейчас ультима на бирже, они там как-то поменяются, не поменяются? Да, они, все ультимы, которые сейчас на бирже, они будут, значит, на других биржах будет поменена просто пара и дадут вывести, а все остальные на coinsbit и будет две пары. Ультима станет классиком, а ультима появится новая пара. Ну, то есть, если у меня на бирже, допустим, 10 монет, они автоматически станут 10 классиком. Ага, все ясно. Простите, я отвалился, что-то было связью. Кто будет покупать новую ультиму при продаже? Друзья, за ультиму еще раз, у нас все продукты стоят на ультиму, спрос на ультиму такой же, как у классика фантастический. Там такие же обороты будут, еще сильнее. Можно ли полученный классик заново заморозить? Можно, если у вас, ну да, это тоже интересная тема. Получил классик, получил USDT, ага, я понял, значит, вы прогнали весь, получили в 10 раз больше USDT, снова купили классик и снова покупали. Но почему нет? Реинвестируйте. Гениально, гениально, да. 30 умнож на 30 хотите? Ну, это гениально на самом деле. Ну да, возможно, поэтому спрос на классик и на ультим никогда не закончится. Это очень круто. Это очень круто. Если вы последующие два года будете так вот их гонять, это будет, конечно, просто феерия для вас. Моя задача, еще раз, моя задача моими продуктами дать вам ресурсы, накачать вас монетами и сделать так, чтобы монета стоила и менялась, имела преимущество, росла в цене и все у вас будет круто и у всех будет круто. Поэтому, а эти все возгласы здесь и сейчас, мы должны вообще от этого, здесь и сейчас можно только на асфальт упасть жестко, а все остальное невозможно. Нужно работать. Знаете, нужно работать. Игорь, что-то ты вообще отвалился. Я тут, да, что-то случилось, слышно, нет меня. На все биржи и бинанс, слышно, пойдет только новая ультима. Если классик будет стоить 20 тысяч долларов, как будет один к одному, так и будет, просто менять не будет, потому что невыгодно будет ультима. Но, опять же, давайте до этого дойдем. За год, я думаю, этого не произойдет. Тут люди спрашивают, правильно ли, что курс ультимы классик, ну, той, которая сейчас будет расти из-за того, что будут желающие покупать ее и делать своппинг. Конечно. И сжигание, и заморозка. Своппинг, сжигание и прокрутка ваша же вот эта вся, да? Они продадут новую ультиму за SDT, за SDT, за эти купят опять себе классика и опять пустят ее в круговорот, умножив опять на 10 или на 30. И, конечно же, не стоит забывать про кэшбэк-программы. Кэшбэк-программа очень сильно работает. Получается, что своппинговые пакеты маркетинг никакого не дают. И для того, чтобы получать комиссии, нам нужно людей все равно ввести на пакеты иксовые, с них получать комиссию с покупок. Конечно. Наша продажа, наша продажа работает на икс, как всегда. Тем самым, мы качаем классик-классик, тем самым, а ультима сама будет качаться, потому что она часть всей инфраструктуры. Так, дальше. То есть, 100 монет у меня уйдет на 5 лет при своппинге. Да. Все, 100 монет отдали, на 5 лет мы у вас их сожгли, и за 5 лет вы получили свои же 100 монет, только новые ультимы. А когда будет блокчейн трона, то те монеты, которые будут выходить вот это ежемесячно, они как будут автоматом меняться уже на троновские монетки? Или там просто потом, вы же выплачиваете из дэшборта, вы будете просто выплачивать уже себе троновскую монету. А, ну да, да. Так. Ну, я не знаю, пишите еще вопросы, у кого вопросов. Ну, как это самое, как вообще, Андрей, ты это уже чуть-чуть посмотрел на эту систему? Ну, мне кажется, пойдет. Было бы еще неплохо, если бы сделать такую фишку, что в первый месяц кто сделает своп, тому не 2, а 3%. Все бы в первый месяц поменяли. Тебе обороты сразу менять надо, потому что у тебя, у тебя все больше и больше скорость, больше и больше шансов. Можешь первее всех начать этот круговорот, который мы сейчас выяснили, запускать, увеличивать себя не в 10, не в 30 раз, а в 600 раз. Да, тут однозначно ждать не надо, потому что кто первый, как говорится, сделает своп, тут первый начнет выплаты получать, время начнет тикать до следующей выплаты и так далее. Ну, то есть больше и больше оно как снежный ком будет нарастать потом. Скажу, что еще раз, свопинг не участвует ни в активности, ни в маркетинге, ни в рангах, нигде. Это просто как на бирже поменяли монету одну на другую. Ну все, я думаю, что так, что посмотрю последние вопросы на Binance.io активность дает то, что и сейчас дает, покупка пакета через все, что предлагается. Классик не будет участвовать в оплатах, за Классик не будет даваться комиссия. Так, а здесь констерона как будет обеспечивать в случае отвязки от доллара? А трон, он же не привязан к доллару. Зачем нам? Дивентификация трона. Нам не нужен трон. У нас свой. У нас функцию TRX будет PLCU исполнять. У нас свой трон. Понимаете? Поэтому мы вообще никак не зависим ни от доллара, ни от кого. Алис, еще момент. Анонсов не было вебинаров. Будут на выходные или нет? Сейчас я проведу в понедельник, вторник, среду, скорее всего. Не выдержу. По три презентации в день, пять дней подряд слишком жестко. Так, три биржи. Три биржи можно будет делать свопинг. Не понимаю. Ультима останется основной монетой или в приоритете классика. Ультима, конечно. Классик, это именно для фарминга, для кэшбэков, как вспомогательная монета, которая будет вращаться, которая может увеличиваться. А именно Ультима новая тренинговая монета без сети, без сего, с чистой историей вперед. Комиссия в оборот нет. Ничего не будет. Которая монета будет сжигать PLC. Да, PLC, кстати, запустится. Сжигание PLC тоже запустится. Она будет, у нее пара будет с классиком. Она будет с классиком. Так, что классик еще и поднимет PLC, так что круто будет. Как же новички? А что новички? Новички идут на X, просто будут выходить и все. Будут выходить в классик и все. Им надо не через год думать, а сейчас. Именно сейчас и надо делать X, чтобы выйти еще в свопинг. А что, давать им все еще через год все возможности? Давайте лучше сейчас поработаем, а не через год. Алекс, береги себя, берегу, как могу. Запись очень нужна и будет запись. А сроки? Сроки, сроки, сроки. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто говорит? Не, это у меня в телефоне голосовое скинули. Случайно да. Антонин, я не пойму, какие сроки. Ты можешь микрофон взять, Да, у Антонина есть право на микрофон. Ну, смотрите, запись, я же так понимаю, Алис, вебинар общий будет проводить по этим же слайдам, правильно? Да, по этим уже. Да, просто для даймондов на пару дней раньше. Антонина, мы тебя слышим. Ну, смотрите, приходит, если вы делаете свопинг вот сейчас, с этого дня у вас идет год, а мы приглашаем новичка через полгода только. То есть, у него останется только полгода на обмен. Он же работает. А он не на свопинг приходит, это ему дополнительное преимущество, поэтому уже сейчас работает. Его преимущество просто выйти в классику и все. Никто не обещает человеку, который заходит на X, что он еще это умножить сможет в 10 раз. Сейчас может, а потом нет. А зачем нам потом? Давайте, ну, понимаете, если мы сейчас дадим на 3 года или на 2 года такую возможность, никто сейчас не будет работать, я через год приду, через 2 приду, ничего подобного. Сейчас или никогда? Ну, с другой стороны, должны и наши люди понимать. Я понимаю, что сейчас голова там сломалась, потому что мы не знаем, как стратегию делать. У нас еще, допустим, заполняют предыдущие фермы и пил сию. Сейчас переходим на X, и сейчас нужно, конечно же, понять, что выгоднее. Заполнить полностью Ultima ферму. Все, что из Ultima фермы выходит, они помещаются в Ultima посылать в X, все, что выходит из X, получать в Swapping. Максимальная мультипликация. Окей. Спасибо. Все отлично, потому что все, что делается, делается только для того, чтобы нам было лучше. Я понимаю, что сейчас многие будут не очень каменьфой, извините, да? Ладно, включу камеру. Но нам нужно объяснять своим людям, что они пришли делать к нам. Я прекрасно гудитесь. Улыбаюсь. Коротко. Нам нужно очень работать со своими людьми, чтобы они понимали, куда они приходят. Поэтому, уважаемые лидеры, сначала свою стратегию составьте, потом помогайте людям, говорить о том, что они пришли к нам не вот так заработать пару штучек долларов, я имею в виду тысяч, а нужно сейчас сделать серьезный бизнес, потому что любая монета, вот я очень вижу, многие расстраиваются с PLC-ю. Мы на PLC-ю. То есть, мы же заработали на PLC-ю. Потом мы заработали на PLC-ю. Сейчас мы зарабатываем с X-ом. И теперь будем зарабатывать снова монеты PLC-ю. Поэтому, ребята, все круто. Спасибо, Алик. Спасибо команде. Спасибо. Просто нужно вам понять, что мы создаем огроменную инфраструктуру. Мы создаем следующий биткоин. Биткоин, он 14 лет рос. Его там серьезные команды пилят, его поддерживают серьезные капиталы. А мы кто по сравнению с ним? Никто. Пока. Но мы обязательно хотим кем-то стать. И для этого мы вам нужно работать. И нам нужно просто победить. Мы победим. Если нам нужно 20 раз перевернуться, значит, мы 20 раз перевернемся. Но мы никогда не сдадимся. И мы дойдем до финала. И все будет круто. И пока мы идем, все будут зарабатывать. Посмотрите, все же вокруг нас умирают. И через за 10 лет нашего пути все также отбросят коньки. А мы будем процветать, расти и развиваться. Представьте, какими мы будем через 5 или 10 лет. С такой технологией. На троне это просто феерия. Мы сможем запустить в нашу инфраструктуру весь мир. Это и смарт-контракты, это и веб-приложения, это децентрализованные биржи, это что хотите, это дефай, это что хотите. Это все можно сделать. Поэтому, друзья, я думаю, что вопросов сейчас не осталось. Есть один вопрос, Алекс, на который я могу ответить. Да, Светлана, не переживайте. То, что есть у вас на кошельках, оно и остается у вас на кошельках. Все ваши приватные ключи, мнемонические фразы, они работают. Только теперь у вас на приложении в один прекрасный момент станет не два коина, а три. И ключи у вас к этим всем кошелькам есть. Поэтому не переживайте, если вы имеете свою приватную фразу, вернее, мнемоническую фразу, либо же приватный ключ, все коины в полном, в полной сохранности. И очень-очень здесь важно, что понимаете, мы растем, развиваемся, революционируем. Тот, кто не меняется, умирает. Это закон рынка, закон бизнеса. Вы же слышали, да, изменить или умыри. Вот мы меняемся, и мы ищем возможность, как расти быстрее, бежать быстрее, расти больше. Тем более, вы видите, какой токсичный рынок, он нас со всех сторон обжигает просто. Ну вот, допустим, как нам мешает. Поймите, мы хотели залиститься на FTX, если бы мы залистились на FTX и с ними было все нормально, мы бы уже левкоин-маркеткапе, мы уже к листингу комбинации готовились. Вместо этого FTX попрощался со всеми, вот, и у нас отбросило, и гейт еще, понимаете, а нам это еще, еще и гейт упал в рейтинге, гейт перестал такое, такое влияние иметь на рынке, еще мы сильнее ослабли, понимаете. Ну, раз они на нас нападают, мы на них будем тоже нападать, нашими сильными, крутыми стратегиями. Мы должны о себе позаботиться сами, это стратегия, чтобы самим о себе позаботиться, а не надеяться на каких-то там дяди Сэмов, кучерявых, да, поэтому мы идем вперед. Друзья, всем большое спасибо, запись будет, да, Андрей. Да, я хотел спросить, Алекс, сейчас нам рассказывать партнерам, или все-таки пуш ждут вебинара официального уже об этой стратегии? Ну, в принципе, я не знаю, Игорь, как сделать? Ну, у вас будет сейчас запись по своим командам, я не знаю, в принципе, это запись, она хорошо прошла, поэтому я думаю, что можете делиться. Опять же, Игорь, по срокам, мы, вот, очень важно, мы начинаем с понедельника, Игорь, с понедельника мы начинаем? Так, что с понедельника мы начинаем? Когда у нас начинается, или со вторника, когда мы начинаем включать зеленый свет, когда мы начинаем свопинг пакеты, когда у нас начинаются, появляются страницы, новый блок эксплорер, когда пара на coinsbit появится, когда это все? Вот, смотрите, дорогие друзья, для того, чтобы это все произойти, нам необходимо подготовиться. то есть, соответственно, так вот сейчас выходные, с понедельника мы начнем активную работу с биржей coinsbit, поскольку для них это тоже огромный кусок работы, все это дело, две пары завести, и со старой сохранить. Как только мы заключаем фидбэк от coinsbit, что все работает, что все хорошо, мы приступаем к своей части работы. Соответственно, это непосредственно несколько дней, но думаю, что до нового года мы 100% это успеем сделать. Ну, несколько дней до нового года это достаточно долго. я имею ввиду, смотрите, когда мы запускаемся, не говорю, когда мы закончимся, когда мы начинаем, когда мы внутренне, это понедельник, вторник, среда, когда мы начинаем. Следующая неделя, следующая неделя. Следующая неделя. Ну, да, начинаем с биржами и потом уже будем смотреть на ситуации. Так как у нас очень массивная работа проходит, это может занять действительно вплоть до 1 января времени. Я, на самом деле, вы видели, как с кошельками, я сказал, что в пятницу включим, сегодня проснулся, все включили. Я только утро прочитал, все открыли. Ну, ладно. Вот, и на самом деле это так и будет. Скорее всего, мы берем себе время там до нового года, до 1 января. Если раньше закончим, скажем вам раньше. Обязательно. 2 недели, Андрей. Да, Алекс, я еще хотел сказать, что если у вас на бирже будут техработы, то, наверное, надо людей предупредить, чтобы покупки пакетов делали только за USDT, биткоин, потому что люди заводят, ультиму покупают, я знаю, за ультиму покупают и как бы будут переговорить. Смотрите, у нас на самом деле мы с коммуникацией сейчас должны быть достаточно сдержаны. Во-первых, не забывайте, что все остальные биржи закрыты, а коинсбит мы плюс-минус пытаемся открывать это самое. Если вдруг какие-то технические работы, иногда мы просто не можем дать никакого анонса, все нужно делать по-тихому, чтобы не поднимать, не буди лихо, пока тихо, как говорится. Поэтому по чатам раскидали, там пару часов у нас там что-то там не поработало, обновились, сделали, потому что мы не можем в реальном времени работать. Просто настройтесь на то, что в следующие две недели где-то что-то может как-то. Если что, будет серьезно, я вам в чатах расскажу, потому что здесь нужно, я просто не хочу никого там злить и тому подобное, потому что все биржи закрыты, коинсбит открыт, и мы пытаемся пойти максимально навстречу нашей комьюнити, но по факту мы там биржи могут на нас поругаться или еще что-то, придется объясняться. Понятно, что мы ничего не можем сделать, потому что они за каждый апдейт там кучу денег просят, но мы ему сказали, что мы к вам придем с готовым решением, мы всегда так делаем. На кое-нибудь сбить и обкатаем, когда уже все готово, отдаем, потому что там каждый листинг, каждый апдейт это как листинг новый по деньгам. Думножить на 20 бирж, вот вы посчитайте, сколько это стоит. Поэтому мы в экономии бюджета и времени, да и их тоже сильно дергать нельзя, представьте, там они такие большие дяди, мы их задергаем, они скажут, слушайте, мы вам что-то нанялись вас обслуживать. Здесь нужно просто дипломатично и аккуратно идти. Да, Алекс, спасибо, что сказали. Это, соответственно, касается всех. Друзья, на текущий момент все, что вы сейчас видели, оно работает на коинсбите. Все остальные биржи, так как они находятся не в столь тесных отношениях, как коинсбит, они закрыты. То есть депозиты, выводы у них не работают. То есть они должны произнести сеть. Соответственно, все биржи уведомлены для того, чтобы мы провели все свои технические работы, все биржи закрыли, все воды и депозиты. Как только биржа произведет апдейт, только тогда мы будем давать анонсы в каналах о том, что возобновились работы на бирже. То есть до тех пор, извините, мы не можем решать за биржу, когда они откроют депозиты и когда они откроют выводы. То есть, и, соответственно, это уже будет новая ультима, не текущая. Окей. Все. Всем большое спасибо. Мы пошли дальше работать. Все красавцы. Два часа мы управились. Дайте хоть фидбэк, как вам? Я тоже хотел спросить. Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя встреча? Как вы видите это? Позитивно или негативно? Нейтрально? Не знаю. Дайте фидбэк. Вы понимаете, насколько это невероятное развитие будущего и насколько это взрывная стратегия? Да, Андрей? Напишите в чате, да. Я хотел сказать, пусть люди в чате напишут. по вот этой стратегии, которую Алекс нам представил. О, пошли. Все, нет. На самом деле, все хорошо. Сейчас сделаю открыть. так, большое спасибо за ваш фидбэк. Мы видим, что позитивная в основном реакция, все очень на подушке. Да, все добровольно. Кто не хочет делать своп, пожалуйста, держите Ultima Classic уже, мы называем ее. Ждите роста, потому что спрос будет, рост будет. Друзья, все, большое всем спасибо. Так. Спасибо. Продолжение следует...